Это Максим, сегодня поговорим про основные ошибки в Ютубе И я сделаю прожарку Ютуб-каналов Вы меня просили сделать прожарку, я вам её сделал Мы сделали то, о чём мечтали Я захожу в Инстаграм, вы пишите, когда будет разбор канала Я захожу в комментарии Инстаграм, вы пишите, когда будет разбор канала Я захожу в Директ, вы пишите, разбери мой канал Я захожу в комментарии под любой свой ролик и там когда будет разбор пожалуйста разбери мой канал я не могу больше противостоять поэтому сегодня будет прожаривать ваш канал и так идем к моему последнему ролику где я разбирал ваши каналы и смотрим что у нас в комментариях окей хотите попасть на разбор но давайте смотреть кто у нас тут очень хотим ннк холм давайте смотреть окей первое впечатление что-то такое семейное уютное судя по обложке вы везде вдвоем на аватаре вы тоже вдвоем как это мило и видимо это инициалы ваших имен ну хорошо допустим здесь у нас последние вышедший ролик хорошо ну давайте смотреть идем в видео последнее видео нас уже 2000 и на нем 34 просмотра окей вы уверены что вам нужно снимать видео про то что вас уже 2000 если вас смотрят примерно от 40 раз до 149 я не уверен это как тот мальчик помните который снимал моя бабушка стала моим первым подписчиком я снимаю про это ролик на что сразу бросается в глаза во-первых обложки никакие вот это что за обложка ну просто типа скриншотики с вами вот это что такое что вы чешки нос здесь что что это я вам открою секрет обложки блогов тоже надо планировать они просто брать скриншот и у вас раз два три 4 5 6 7 влогов короче получается этот канал построен на блогах я много раз уже говорил не надо начинать слова вас никто не знает вас никто не будет смотреть ну давайте посмотрим ролик который был на главной ты никому ничего не должен во-первых на этой обложке что такое ты никому ничего не должен меня не вызывает это никаких и вопросов и никаких эмоций во первых с точки зрения визуальной ну можно более контрастно выбрать фон и цвет шрифта дети не обязаны родителям окей это довольно широкая тема давайте смотреть что у нас здесь есть ты ничего не должен родился не ты а тебя ребенок как животное это кстати нормально было вот такая нарезочка из стандартных типовых фраз судя по всему это то что типа родители говорят детям но об этом тоже надо было догадаться видна ваша энергия это нормально вы на канале он как ум сегодня мы хотим затронуть очень интересную важную тему не обязательно писать то что у вас получилось что-то не очень с макеем большинство людей это не заметит многие из вас часто слышали фразу ты обязан я за тебя платила я тебя родила мы поделимся с вами нашим мнением пока было все хорошо то есть подводочка такая через про то что многие с этим сталкивались это на самом деле мне кажется правда но дальше не надо говорить что мы поделимся своим мнением конечно вы поделитесь своим мнением про это ролик то есть вы принципе в начале смогли уже людей заинтересовать все давайте сразу контент она ни в коем случае не является правильным или неправильным это только наше мнение но не надо дисклеймер ребят возьмите микрофон пожалуйста нормальный но у вас уже много роликов на канале вы влоги снимаете но кому он петличку пожалуйста возьмите две петлички вашем случае надо или вот такой какой-нибудь микрофон возьмите чтобы не был звук как из унитаза что касается нашего мнения я считаю что ребенок не обязан родителю за то что он его родил а ну все понятно тогда можно выключать я услышал их мнение которое мне было очень важно все можно окончить что я подразумеваю под этими словами ребенок не обязан хорошо учиться ребенок не обязан стать спортсменом то что ваш ребенок учится не на одни пятерки или не набивается миллионы медалей на соревнованиях еще не значит что он стал плохим или станет плохим человеком лишнее опять же лишнее вот у вас говорящая голова режьте все что не касается контента потому что чем можете в говорящей голове зацепить человека либо тем как вы офигенно разговариваете как невзоров например к виску беларуси представлен русский танковый ствол если она перестанет дарить зверюгам омона цветочки и прекратит снимать обувь перед тем как встать на лавочку в парке либо тем что вы даете реально какой-то полезный контент и все это все варианты поэтому в вашем случае вам надо все ненужное убирать я думаю дети в возрасте от 16 до 20 лет постоянно сталкиваются с ситуациями связанными например с экзаменом когда человек идет на экзамен он боится не завалить экзамен он боится того что его родители начнут его тыкать лицом в его результат и скажут что я за тебя платила я тебя учила а ты ничего не смог ну кому-то здесь никакой нет вот с точки зрения контента никакой проработки нет то есть вы просто говорите очень популярное мнение о том что ну да ребенок не обязан родить в принципе подразумевал что скорее всего видео это вы скажете вы это и в обложке сказали и в названии сказали и сразу начале видео сказали где хоть какая-то интрига где хоть какой-то вопрос который у меня должен возникнуть ребенок прежде всего это человек у него тоже есть чувство у него есть характер я думаю адекватный родитель должен понимать что он заводит нового человека а не раба он не должен на вас работать он не должен реализовывать какие-то можно пожалуйста чуть поживее вначале же было живо расскажите свою личную историю не просто какие-то дети сталкиваются с экзаменами про себя расскажите что как вас гнобили родители и как вы сталкивались учителями которые постоянно два что-то хотели тогда ценности будет больше короче так смотрите ребят вы приятно выглядите нормально говорите вроде к хорошей тему берете вот как это но это все нужно вот по крупицам собирать чтобы качество было выше работайте на сценария работаете над обложками над названиями и перестаньте снимать влоги пока вы еще не знаменит хорошо у меня большая команда все ребята работают удаленно и для меня супер важно правильно выстраивать коммуникацию между всеми знаю что компании пользуются для общения телеграмом skype слэком даже почтой но везде есть ограничения так как эти инструменты приспособлены больше для общения друзей чем для работы сегодня хочу рассказать вам про инструмент от которого я сам кайфанул это ама корпоративный мессенджер в нем есть куча крутых функций например когда я добавляю нового сотрудника он сразу автоматом появляется у всех остальных чтобы найти человека в команде можно даже не знать или забыть его имя потому что поиск мессенджере работает по должность еще можно группировать чаты и каналы по проектам и отделам крутанская фишка которая мне особенно нравится это автоматический перевод голосовых сообщений в текстовые время экономится колоссально есть еще более продвинутая тема это внутренний чат-бот который можно настраивать под разные задачи например для оплаты счетов он сам отсканирует счет и отправит потом бухгалтеру с помощью бота можно и заявки на отпуска отправлять и много чего еще короче очень круто зарегистрируйтесь вам и попробуйте сами для команд до 12 человек мессенджер совершенно бесплатно ссылка в описании переходите так александр боев про самуи разберите меня ну давайте про самуи почему написано блин по-английски зачем мне продираться через название английской хотя можете написать по-русски про самуи или самуи это таиланд зачем в остальном по оформлению тут какая-то вилла за вами солнышко с пальмами вроде как все складывается что это таиланд окей дом на берегу пляжа банк по аренда дома и так вы видимо делаете какие-то здесь туры ну давайте откроем один из них неизведанный таиланд а а как вы хотите чтобы я прочитал этот не читабельный текст серьезно неизведанный вот таким синим курсивом я не могу это прочитать это это не видно а вот здесь смотрите лакшери вилла на пляже майонам вы можете прочитать здесь вот в этом красном квадратики лакшери вилла текст а справа внизу тоже какой-то красный текст только он закрывается временем привет сегодня смотрю дом который находится на первой береговой линии пляжа банк по то здесь как видите за мной пляж вы выбрали не очень удачное место для съемки потому что я ожидал увидеть что-то живописное и здесь так падает освещение и такое время дня что я ничего не вижу особо живописного и за вами очень светлое море а светлый фон не очень хорошо работает если объектив камеру не тянет море то есть вышли и вот вам море и плюс мне хочется чтобы как-то поживее немножко говорили вы же таиланде вы радуетесь но чуть-чуть чуть-чуть энергии пляж банк по конечно не самый лучший на самой пляж конечно не самый лучший мне вот не хочется смотреть то есть я хотел посмотреть что-то прикольное в таиланде вы мне говорите да пляж не очень и чет картинка не очень я скорее все просто сейчас закрою не самый лучший на самой но для зимнего времени года этот пляж я рекомендую Потому что здесь море спокойное Нет волны, плюс пологий заход в море Для отдыха Плюс у вас что-то не то со звуком Какие-то странные склейки звука Выглядят немножко как брак Ну и сам по себе звук плохой Опять же, берите петличку, если ваша камера не тянет звук Дом на берегу пляжа Банк По Откуда я знаю, что такое Банк По? Сколько людей ищет этот пляж Банк По? Ну, камон Аренда дома на Самуи Дом на Самуи Ну, хватит называть это для машины Называйте это для людей И Самуи поставьте куда-нибудь поближе И назовите как-нибудь прикольно Там неожиданно грязная вилла на великолепном пляже Самуи Ну, что-то такое Чтобы хоть что-то было такое, завлекающее меня И чтобы что-то я услышал То, что я знаю Самуи я знаю Банк По Я понятия не имею, что это Банк По Если вы хотите, чтобы поэтому все-таки люди искали Ну, добавьте это в теги и в описании И это прекрасно будет индексироваться Потому что это непопулярный запрос Район хороший здесь Здесь рядом кафе, ресторанчики Есть магазины У вас же визуальный контент Вы говорите Район хороший Здесь рядом есть магазины Кафе Все сразу показываете Бирол с магазинами С кафе То есть вставка теперь Отснимите это заранее И когда вы говорите про магазины кафе Показывайте эти магазины кафе То есть все под рукой Стоимость этого дома Начинается от 80 долларов Брак со звуком Обрезать слова Стоимость Получилась кафе Ну, есть В сутки в зависимости от сезона Либо от 1800-1900 долларов в месяц Опять же В зависимости от сезона Я хочу смотреть уже на пляж На виллу На дом Вы можете за кадром Голосом это говорить Но показывайте мне картинки У вас визуальный контент Начнем прямо с первой береговой линии То есть вот он пляж Море Смотрите, здесь даже есть Вот Вот это надо раньше показывать И вы так быстро прошлись Сразу показывайте сам сок Показывайте, как это красиво Прикольно выглядит Открытая беседка Здесь диваны Санбеды И вот такие вот красивые Гамаки Ну вот это уже ничего Вот надо только быстрее Быстрее это надо делать Ну они взяли его в управление И превратили в конфетку Так, что за пауза? Почему вы не говорите В течение трех секунд Нельзя так Тоже с мебелью С обеденным столом Боринг Проснулись с утра Приготовили кофе Чай И сидите Наслаждаетесь морем Вот, вот Вот это интерес Смотрите Дом Всегда Дом это супер популярная тема Дом, пляж Вот Вот это уже фактура Поняли? Это фактура Я не хочу смотреть на вас Пока еще Я вас не знаю Я хочу смотреть на Фактурный Таиландский дом Быстрее, пожалуйста Вот эти все переходы Вы же можете вырезать Когда вы идете Например Вы Идете в течение 10 секунд Вырезаете каждые 2 секунды 2 секунды вырезали Секунды показали 2 секунды вырезали Секунды показали Чтобы была динамика Больше визуального контента Больше динамики И работаете над обложками И названием Андрей Можете проверить мой канал Уже давно Вроде Выполняю Все постулаты Ютубера А ничего Пока не стреляет Ну и сейчас посмотрим Как вы Выполняете Постулаты Ютубера Так Андрей Перевернутый аватар Странно Но окей Так Здесь странные картинки Хорошо То есть Я скорее всего Вижу что-то Необычное Здесь Приколы 2020 Чат рулетка Что такое Приколы 2020 Я понимаю Чат рулетка Но в чат рулетки Развел Девушку Притворившись Профессором Ну я не знаю То есть Нужно что-то написать Интересно Не просто приколы Это как Знаете Раньше Я человек старый И вот были В моем детстве Сборники с анекдотами И просто сборники Анекдотов Ценили сами по себе Потому что Типа О круто Новый сборник анекдотов А сейчас Настолько много Информации И контента Что нельзя просто Написать сборник анекдотов И продать его Или прикол 2020 И продать Нужно это Красиво Завернуть И сформулировать Так Это было хорошо Это было хорошо Такие стебные моменты Сейчас рулетки Хорошо работают Вот и пришло Время подойти к зеркалу Посмотреть на себя И задать вопрос Кто я такой И кем я стал Уже в моем возрасте Можно определить Своё место И назначение в обществе И что могу сказать Время перемен Серьезно Моя социализация Кончилась на том Что в садике Я катал камнями в девочек И ожидаю Что они наконец Подойдут до меня Все, хватит Мне кажется Здесь немного Перебор С большим количеством Приколов Которые на меня Сваливаются Но я не понимаю О чем это То есть Вы написали Про чат рулетку Вначале мне показали Три секунды Чат рулетки Я ожидаю Что здесь Какие-то будут Приколюхи С чат рулетки Но дальше Я посмотрел 45 секунд И ничего С чат рулетки нет Вы рассказываете Как бы о себе Но Я не понимаю Я начинаю теряться Наверное Надо начать Из важной С основной части Моей социализации А то Из юмора Что вы знаете Про юмор Буквально ничего А это серьезно Важный атрибут Который служит тебе На пользу На протяжении Всей твоей жизни Игнорировать этот факт Да глупость Ведь ну согласитесь Здесь у вас такой знакомый Который Вова Для меня это Немного бессмысленно Я думаю Понятно Что я не школьник Который Наверное Является Как раз Целевой аудиторией Но Для меня это Немножко бессмысленный Контент То есть Это просто Типа Нарезка Всего Всего Что есть в мире То есть Нет никакого Сетапа Вот как знаете В шутке Есть Сетап И панчлайн В хорошем сценарии Есть Коллапс Разрешение И Как изменился герой Или как изменилась Передначающая ситуация То есть Здесь просто меня атакуют Большим количеством Мемасов Склеек И я не понимаю О чем это Я не понимаю Зачем это мне дальше смотреть Ну давайте Другой попробуем ролик Ребят Это ролик для меня От меня Про меня Люблю себе Давненько я так не записывал ролики И на это была своя причина Что хорошо Вы Фактурно выглядите У вас Интересный Фон Он как бы Трэшовый Но Интересный То есть в принципе Это Смотрибельно Начнем с того Что мотив для того Чтобы снимать ролики Поначалу у меня был И это Даже не закрыт Тут паршивый магазин По сути я знаю Что это уловка на дебила Скажем вот Короче Вот здесь У меня такой же точный вопрос Здесь Вы Вроде нормально говорите И Это смотрибельно Понятно что Можно и со звуком И со светом поработать Но Окей И у вас есть Монтаж И мемасики И как бы Есть даже Динамика Что хорошо Но я Я ничего не понимаю В плане контента Зачем На меня просто обрушивается Какой-то поток Ненужной информации Я не в контексте Вы высылаетесь на какой-то магазин Про который я ничего не знаю Хотя было бы хорошо А за это нужно бить по рукам Во-первых Во-первых это творческая разрядка Когда я аккумулирую Свои эмоции И свою Так скажем Не совсем ординарную фантазию То что Может аккумулировать это Окей Короче Вам нужно Поработать Именно на уровне Смысла И Зачем писать Всем привет В скобках В названии Какую это Дополнительную ценность Ролику дает Если вы хотите В скобках что-то писать Это должно быть что-то Дополнительная зацепка Какая-то Которую Вот человек Посмотрел превью Прочитал название И дальше в скобках Можно еще Написать Что-то такое Что его зацепит Там Число например Какое-нибудь Да Ну то есть Что-то такое Цепляющее Но не Всем привет И еще Обесчестил Я вот Сразу Не понял Этого слова Ну то есть Кто вообще Говорит слово Обесчестил Мне надо его Прочитать сначала Потом вдуматься в него Как ютуб Кинул меня На Пять тысяч рублей Например Вот это Уже будет лучше звучать Чем Непонятное Обесчестил Которое мне надо Процессить То есть Мне надо в голове Типа такое Обесчестил Что это Надо прочитать А потом еще Подумать что это Окей Погнали дальше Андрей Кенман 230 тысяч подписчиков Есть галочка То есть Какие-то успехи На этом канале есть Вот я вижу 210 тысяч подписчиков 1-2 миллиона Подписчиков Круто Круто То есть Видно что Ролики выстреливают Давайте посмотрим На последние ролики Я всегда Люблю смотреть На популярные И на последние Тогда все Становится Понятно Киноляпы сериала Чики 455 просмотров Чувствуете Что-то не то Это значит Что у вас Убитые алгоритмы Скорее всего И нет Никакого Лояльного Ядра Аудитории При 230 тысячах Подписчиков Это не очень Хорошо Ну давайте Зайдем в Чики Посмотрим Что там По обложкам Кстати Неплохо Ну вот такие Обложки Когда ты знаешь Точно Кадр из фильма Ты узнаешь Да Бригада И типа Киноляпы Что-то обведено Ну Это нормально Да Это нормально Ну вы давно на ютубе То есть вы Обложки по крайней мере Вы делаете нормально И название Киноляпы сериала Чики Тоже это неплохо Ну Особенно учитывая то Что сериал Чики Сейчас популярен У вас Были большие цифры Давайте возглянем В social blade 307 тысяч Просмотров За 30 дней Ну Ну в принципе Это неплохо Это значит Что Несмотря на то Что новые видео Набирают мало Это значит Что ваши старые видосы Рекомендуется Это неплохо Давайте разбираться Почему новые видосы Ничего не набирают Я думаю Реально Одна из причин Это то Что канал Канал построен Чисто на Какой-то Одной Узкой теме Хотя про кино Было бы интересно Побольше всего Увидеть На киноляпы Можете привлекать Трафик Но потом Дальше строить Лояльность К вам Как эксперту По Кино И дальше Люди Хотят Ну еще что-то Сегодня Я подготовил Для вас Несколько Интересных Киноляпов Сериала Чики Сериал Очень крутой Если еще не видели Советую к просмотру Так как в этом выпуске Будут спойлеры На первую серию Также Хочу предупредить Что я ни в коем случае Не хочу Этим видео Раскритиковать Сериал Так как Киноляпы Сделаны Исключительно В развлекательных Целях Про не хочу Раскритиковать Сериал Напишите Это в дисклеймер Поставьте Его на черном экране В начале На полсекунды И все Это будет достаточно Я хочу Чтобы народ Поверил Что ж уголили Засланный шпион Мы действительно Не знаем Где его сейчас держат Я не учил того Что нашим врагам Будет помогать Турция Что это Что это Не понимаю Откуда это Про Турцию взялось Итак Приступим Марина подходит К машине И у нее На пятой точке Расположился лист Но при смене кадра Он исчезает И нет Он не смог упасть Так как это Часть одного сюжета Водителя Вытащили из фуры И оставили Короче Мне кажется Основная ваша проблема В том что вы не показываете себя И никак не строите Лояльность К себе И не создаете Ядро аудитории Вместо этого Просто вот Фигачите Киноляп И пытаетесь Выжать оттуда Такой хайповый Траф Но когда этот хайповый Траф приходит Когда у вас Один видос Выстрел на миллион просмотров Он пришел Траф Пришли эти просмотры Но дальше он не удерживается Потому что удерживаться Не на чем Не в плане вас Как личного бренда Не в плане Тем на канале Как вы видите Разные каналы Имеют разные проблемы Но я надеюсь Что вы отметили Свои ошибки При просмотре этого видео Если оно было вам полезным То поделитесь им Пожалуйста Поставьте лайк И если мы наберем 10 тысяч лайков Я запилю еще один разбор А чтобы попасть ко мне На разбор Нужно быть подписанным На этот канал И написать в комментариях Название вашего канала И одно предложение О чем он До следующего разбора Пока Пока